Земля, по сути, летит и ссорит с жизнью, а космос — это, по большей части, Олимпиада мозга. А какая финальная цель у вас есть? Покорение Вселенной. Илон Маск продолжает покорять космос. Лифт на Луну уже практически реален, а границы изучения космоса все еще бесконечны. Российские космонавты расширяют их каждый день, шаг за шагом, приближаясь к ответу на вопрос, бесконечна ли Вселенная? Сегодня в выпуске мы поговорим о том, каким будет будущее космоса с блогером под ником «Зеленый код», популяризатором космонавтики Егором Васильевым. С вами неизменные ведущие стендап-комик Сева Лавкачев и культуролог Оксана Мороза. Здравствуйте, Виталий. Привет всем. Привет-привет. Привет всем. С какого возраста у вас стрельнуло, что вы такие, блин, космос? Я не помню. Это было детство. Я помню, мне на выпуске в 11 классе мне подарили листки с моими рисунками, которые у меня отобрали в первом. И там все листы были ракетами изрисованы. Я даже не помнил, что я это делал. Это реально откуда-то оттуда из детства шло. И потом, уже в сознательное время, я тоже отошел от темы космоса, в журналистике работал. А потом что-то... Ну, не что-то, а посадка марсохода Curiosity 6 августа 2012 года щелкнуло. Я посмотрел на все это, насколько круто они это сделали, как там зависла парад, спустил на тросики марсоход однотонный. То есть это реально круто. И я посмотрел, как эти там седые деды насовские обнимаются, радуются, прыгают от радости, скачут, плачут. Я подумал, блин, вот жизнь, я тоже так хочу. Ну, и все остальное время, получается, я двигаюсь к этой цели. А какая финальная цель у вас? Покорение вселенной. Не у меня лично, но приложить к этому свою руку. Покорение вселенной. А зачем? Ну, потому что можем. А. Есть у Артура Кларка, по-моему, такая поговорка или высказывание, что мы либо одни во вселенной, либо не одни. И то и другое пугает. Я ее немного переосмыслил, перефразировал. И теперь это... Если мы одни во вселенной, вся она наша. Если мы не одни, то у них проблемы. Сейчас же уже я все время слышу какие-то байки журналистские, что продают Землю где-нибудь на Луне, участочки Земли. Продажа идет, но она не имеет юридической силы. То есть сейчас никакого права собственности и никуда никто не может заявить. То есть даже если ты поставил флаг на Луну, там ни Луна твоей не становится, даже пятачок под флагом не становится твоим. Флаг твой. Грунт под ним уже нет. Поэтому можно... Надо позвонить моему риэлтору. Все, что угодно можно делать с этим. По крайней мере, говорить с этим. Но реально это не имеет никакой силы. А так, да, там лунные есть, марсианские. Но это просто сувенир забавный и все, не больше. То же самое, имена звезд продают, например. То же самое. Эти имена записаны только в компьютере того, кто тебе их продал. Ну, сейчас время такое. Так это появилось еще там. Это из Америки идет. Они уже там несколько десятилетий всем этим занимаются. А зачем нам колонизировать или захватывать вот эти космические дали? Что нам это даст? Космические дали даст. А зачем они нам? Ну, потому что с ними интереснее, чем без них. А чем? Разнообразием. Разнообразием. Просто их станет больше. У нас сейчас есть одни дали, которые ограничиваются площадью нашего шарика. А будет больше. Я, насколько понимаю... Ну, а как? А как? Никак. Как в подкасте про космос это имя не произнести в 2025? Ну, уж извините. Насколько я понимаю, Илон Маск вот этот говорит, что если мы одни, то, возможно, мы не получили никаких сигналов, что цивилизация схлопнулась и не стала мультипланетарной. И нам надо вот расселиться на несколько планеток, потому что если в одну прилетит астероид, или там какой-нибудь вирус, я не знаю. Случайно. Да, что типа, ну, счетчик тикает. Опять же, кстати, вот да, сейчас будет вопрос про солнечную вспышку, которая выключит всю вообще аппаратуру на Земле. Или еще что-нибудь. А если вторая планетка? Ну, диверсификация риска. На одной планетке умерли все человечки, а на другой остались. И типа у человечества. Вот такая может быть причина. Ну, это одна из таких, такая пугающая причина. То есть, там, скорее побежали, а то нас прихлопнет. Я не сторонник таких называть вообще таких причин. Да, вероятность есть. Маск, в общем, тоже не сильно пугает. Он говорит, что, ну, в принципе, там раз в 100 миллионов лет примерно такое происходило. Там было Великое Пермское вымирание, 250 миллионов, меловое. Всем известный, когда динозавров прихлопнуло, 65 миллионов лет назад, были там небольшие недовымирания между ними и после них. То есть, какие-то катаклизмы совершались. Они не убивали всю жизнь на планете, но серьезно меняли там и среду, и там обитателей. Ну, там ядерные ракеты там полетели. Ну, это такого пока не было, но теперь уже и такая возможность появилась, безусловно, да. Но все-таки это крайне мала вероятность. И там, то есть, что такое миллион лет? Вся наша цивилизация, ну, там, если считать от появления письменности, тысяча шесть лет существует. Если там считать от появления, там, лука со стрелами, более-менее сложного механизма, там, 25 тысяч лет. То есть, в масштабах миллиона лет мы вот только вот прожили. А это десятки миллионов лет нам это тестировать ждать. Через десятки миллионов лет... Ну, не остеемы, там, другие условия какие-нибудь. Как говорили в одном фильме, не стоит никогда учитывать непредсказуемость глупости, или как там в большом кушу говорили. Ну, может быть. То, что человек способен себя прихлопнуть, это да. Но, как мы знаем, 100% это крайне сложная задача, перебить всех на 100%. В принципе, вот если мы будем сравнивать, например, там, Марс и Землю, даже если на Землю упадет Луна, не то, что там какой-то маленький астероид километров на 10, а Луна, на Земле все равно будет комфортнее, чем на Марсе. Здесь останется вода, останется воздух, кислород, ничего этого. Ну, точнее, на Марсе все это есть, но в таких количествах, что несовместимых с жизнью. И полагать, что вот мы создадим отдельную Землю на Марсе, это такая завышенная надежда, мягко скажем. То есть, реально, конечно, базу на Марсе построить можно, город построить на Марсе можно. База на Марсе. Да. Мечта. И он не спасет человечество или человеческую цивилизацию, если она накроется на Земле. Он все равно будет очень сильно зависеть от поставок с Земли. И в этом плане импортозамещением им придется очень долго заниматься. И это будет гораздо сложнее, чем это сделать на Земле. Ну, а в то же время очень крайне сложно придумать опасность, которая, кроме, не знаю, выключения Солнца, которая бы погубила все человечество вообще. Да, там супервспышка может отключить электричество. Вот супервспышка. Ну, человек из тех шести тысяч лет, о которых я говорил, пять тысяч девятьсот жил без электричества. И развивался как цивилизация. Вот, неизвестно, может, были уже какие-то вспышки. Может быть, они раз в триста лет. Они были в 1800 году. Так вот это вчера же буквально. Да. Ну, может и повторить. Ну, человечество-то не погибнет от этого? Нет, но мои все фотографии, которые я делал на телефоне. Газпром поднимется, конечно. Продажи газовых плит поднимутся, там, примусов, печек-буржуек. Но это не гибель цивилизации даже. Конечно, там на флешках у нас информация останется. И когда мы воскресим наше все электрооборудование, мы сможем снова пользоваться Википедией. То есть, в данном случае это не цивилизация. Серваки не сгорят. Цивилизация, ну, может, да. Ну, эти самые флеш-карты не сгорят. Короче, а сейчас там уже все эти... Тачки все втянут. Не все. Бензины. Жигули будут ездить. Вот смотрите. Газпром поднимется. Жигули. Снова сибирский лес во всем мире спрос на него поднимется. Какие хорошие для России перспективы открывает это событие? Так что не надо от этого переживать. Хорошо. А если не вот эти алармистские причины, давайте все сбежим, спасемся. Что может еще быть мотивацией для того, чтобы осваивать эти рубежи? Желание осваивать. Реальное. Такое пионерское желание захватить экспансивную территорию. Не обязательно. Люди там в Египет или в Турцию отдыхать с пионерским желанием летают. Или там посмотреть на Алтай. Ну, не обязательно. То есть, кто-то и летает, да, там, почилить на пляжике, а кто-то там на пирамиды залезть. Там в Египте, в общем-то, не самые комфортные условия для этих прогулок. Людям интересно что-то новое. Какие-то новые переживания, новый опыт, впечатления. И космос в этом плане даст гораздо больше этих впечатлений, чем только Земля. На Земле, конечно, много всего. Она суперразнообразна, безусловно. Но теперь, благодаря космонавтике, наши возможности Землей не ограничиваются. И вот это и есть главный мотиватор. Причем это не только туризм. Это могут быть исследователи, золотодобытчики или добытчики чего-нибудь. В общем, в любом случае... Новый-новый свет, короче. Вот это романтика нового-нового света. Ну, по сути, да. То есть, это не потребность, ну, точнее, это не нужда, скажем так, нас туда гонит, а просто возможность. То есть, открылись новые возможности с появлением космонавтики, и просто кто-то, какая-то часть человечества решает реализовать эти возможности. Не каждый же из нас, не знаю, на резинке над пропастью прыгает или хотя бы с парашютом. Не каждый на роликах катается. У него просто есть такая возможность. Ну, и каждый делает свой выбор, чем он хочет заниматься. И космонавтика просто добавляет больше возможностей. Можно там в Египет съездить, а можно будет когда-нибудь выйти на Луну. Вы были в Египте? Нет. Понял. Но зато есть стремление выйти за пределы этих обывательских фантазий о Египте и Турции. Это я сейчас абсолютно серьезно. А вот мы говорили про колонизацию Луны, и что, на самом деле, если там построить некоторый населенный пункт, то он будет очень зависеть от Земли. Получается, что, в принципе, на данный момент колонизация любых внешних территорий будет привязана к земным ресурсам. Ну, какая-то часть ресурсов может быть там взята. Вот сейчас как раз у ученых по Луне самый большой вопрос про воду. Со спутников, спектрометрами, разными средствами вроде бы определили повышенную концентрацию воды у лунных полюсов. И примерно там, да, понятно, где ее искать, но вот так вот, чтобы зачерпнуть там в горсть этого кусок там лунного снега или лунного льда, или лунного ригарита с кристаллами льда, мы не знаем, в какой форме она там содержится еще. Это вот задача ближайшего десятилетия. То есть, кто-то это сделает. Там есть даже некоторая гонка небольшая лунная. Там и русские хотят в следующем году запускать станцию к полюсу. Индийцы, китайцы, американцы. То есть, тут тоже такой, не в масштабах 60-х годов, но определенные соревнования есть. И эта вода интересна не тем, что нам ее сюда привезти и чайку заварить, а тем, что ее там можно использовать как раз для той самой базы. На Марсе, в общем, тоже. Там и какая-никакая атмосфера есть, и углекислый газ можно брать для удобрений каких-нибудь, чтобы выращивать растения где-то под куполом. И вода там есть. То есть, по какой-то части... А вода это довольно большая часть потребностей у человека. На МКС в сутки 8 литров воды на человека расходуется. То есть, если мы собираемся поселить сколько-то человек на Луне, то следует рассчитывать, сколько там, какие будут. Там она просто циклично используется, поэтому с этим попроще. Но все равно, если у нас есть поставки извне, это хорошо. Но понятно, там металлическое оборудование, какие-нибудь гаечные ключи, молотки еще там, да, можно 3D-принтером напечатать. Сейчас такие эксперименты уже идут на МКС, пока пластиком печатают, но там с гаечными ключами они уже играются. Но все равно электроника, там тонкая механика какая-нибудь, там это не сделать, поэтому это все вести с Земли. Если не колонизация, если исследования, какие исследования сейчас проводятся в космосе, и, может быть, есть уже какая-то перспектива, какие будут проводиться в космосе, какие хочется проводить в космосе. Да, да, потому что я когда новости читаю, вот там что-то в невесомости, перец вырос, или выяснилось, что он дольше растет. И я такой, ну... Класс. Давно ждал. Так. Мечтал в детстве, читал в детских книжках. Надо как-то принять эту информацию. Ну, если говорить про исследования, связанные с пилотируемой космонавтикой, вот космонавты туда летают, что они там делают. Там есть большой объем исследований, связанных с биологией жизни, вообще жизнедеятельностью в невесомости, в условиях космоса, и биологией человека, и животных, растений. Второе направление – это фундаментальные исследования, связанные там с свойствами каких-нибудь веществ, материалов. Точнее, это прикладные с веществами, материалами в невесомости, потому что это вот как раз, по сути, такая космос, орбитальная станция, она дает два, две среды – вакуум глубокий и невесомость. То, что, ну, там, вакуум еще в каком-то масштабе на Земле можно сделать, а невесомость практически невозможна достаточно длительную. И вот там проводят исследования, связанные именно с этим. Там и выращивание кристаллов, и изучение свойств тех самых материалов, когда их там наносят такими образцами на такую полку и выносят ее в космос, и смотрят, что с ними там за месяц или там больше происходит, или за год. Комара вроде высовывали там. Ну, живые организмы, личинки в космос выносили. Ну, не сам комар, его личинка. То есть, она могла засохнуть, потом отогрели ее, отпоили, и она полетела. Соответственно, жизнь могла... Самое интересное другое, когда один космонавт вышел на внешнюю часть МКС, на улицу, и в своей каюте протер иллюминатор, и вот тем, что он потом протер, это проверили микробиологи и нашли бактерии на улице. С внешней стороны? Да. Прикольно. Потом отправили... Там они когда проверяли, там увеличивающаяся черная жидкость какая-нибудь, потом зрачки. Нет, такого не нашлось. То есть, вполне земные бактерии, просто те, которые в космос никто не отправлял. Потом провели более детальное исследование, и оказалось, что их расположение концентрируется с подветренной стороны, то есть, со стороны лобового стекла. МКС, она хотя кажется такой бесформенной каркозеброй, у нее все равно есть перед, и она этим передом летит вперед, и вот на него, на это лобовое стекло и на эти все части, которые по ветру стоят, вот на них эти бактерии и концентрируются, а с обратной стороны нет. То есть, это все само, бактерии и земные микроорганизмы сами добираются, как минимум, до высоты МКС своим путем, без космонавтики, естественным путем. То есть, Земля, по сути... Это же космическая гонка. Земля, по сути, летит и ссорит жизнью, вот просто как комета, вот раскидывает ее в окрестностях себя, и если мы найдем жизнь там на Марсе, на Европе сейчас собираются искать, это спутник Юпитера, там на Инцеладе спутники Сатурна, следующее, когда мы ее найдем, это, кстати, к слову о задачах, вот у беспилотной космонавтики, у межпланетной уже вот это одна из задач, жизнь найти. Когда мы найдем ее, наконец, следующее, что придется доказывать, что она неземная, что ее не принесло когда-нибудь ветром, там, миллиард лет назад, а она сформировалась независимо и самостоятельно. Так, мы говорили про выход из космоса. Несколько раз оказывался с друзьями в споре. Мне кидали потом YouTube-ролики, я такой, ага, но потом все равно путаюсь. Значит, вот можно вот так вот в космосе, перед тем, как выйти, вот так вдохнуть, закрыть глаза и вот на пять секунд, буквально на пару секунд вот так, у меня же глаза не вылезут, как во вспомнить все, разница всего одна атмосфера, так корячить не будет. Глаза закипят. Прекрасно. Не делай так, пожалуйста. Но они не... Закипят? Закипят. Но не потому, что... А типа кондиционная вот эта болезнь, когда поднимаются... Нет, не совсем так. Итак, чем выше в горы поднимаются люди, тем ниже температура кипения. То есть там где-нибудь на Эвересте, чтобы чай заварить практически невозможно, потому что вода кипит плюс 70 градусов. Если подниматься выше, то в какой-то момент вот из-за падения атмосферного давления температура кипения достигнет 36 градусов. Это температура тела. То есть человек своим теплом начнет выпаривать, кипятить свою жидкость. Ой, Леха заварился. И здесь это так называемый предел Армстронга. А в космосе еще хуже с этим делом. И неоднократно были случаи, когда люди оказывались там либо на экспериментах, либо в высотных полетах, оказывались просто вот так вот, закрыв глаза, в очень низком давлении, там на высоте 15-20 километров, или аналогах в барокамере. И они практически моментально теряли сознание. И потом, когда их откачивали, они вспоминали, что последнее, что они ощущают, это как пузырится слюна на языке. То есть она выкипела. И все слизистые точно так же будут выкипать, выпаривать. Ну, 5 секунд, в принципе, не страшно, если действительно посильнее зажать. Вот, вот, можно. Глаза зажать еще можно. На секу чисто. Но проблема с атмосферой в груди. Потому что разница одной атмосферы – это довольно многое. Даже в волейбольном мяче разница где-то там, ну, 30%. Разница одна атмосфера, вот, по-моему, в автомобильных шинах. То есть представь в какой-то момент, что, ну, так это утрировано можно сказать, что высунув голову в космос, ты получишь эффект взорвавшейся автомобильной шины у себя в легких, ну, то есть они расширятся настолько. Этот эффект можно тоже, если в горы поднимаешься, заметить. Я сам, когда это увидел, удивился, хотя как бы физически это понятно. Вот есть всякие печеньки в герметичной упаковке. Вот мы их на высоте уровня моря приобрели, поднялись на высоту 2 километра. Я смотрю, они надутые. Я такой, офигеть физика. Никогда не думал, что это настолько очевидно работает. Вот примерно то же самое, только в гораздо больших масштабах произойдет и с нашими легкими. То есть лучше выдохнуть. Лучше выдохнуть и зажать глаза. Ну, тогда действительно до минуты считается, вроде еще можно в космосе пробыть. Значит, конечно, ты вырубишься моментально, но до минуты еще можно, если зайдут 60 секунд, и все, занесли обратно и начали реанимацию делать, тогда еще вернуться можно. Значит, один из последних фильмов этих «Звездных войн», где принцесса Лея выпала в космос. Ну да, но она еще Скайуокер. Это тоже надо учитывать. Медиаклариант там знаешь, сколько кровей... Ну да, да. Типа магия им помогла. Я не буду ручать Чубакам. Вот что неправильно, это то, что моментально все замерзнет. Вот это как в «Страже галактики» первых, когда он там вылетел в космос, и у него тут же все лицо покрылось льдом. Нет, такого не будет. Там температуры такой самой по себе у космоса нет. Соответственно, если ты находишься в тени, ты остываешь путем излучения. Если ты находишься на свету, тебя освещает солнце, ты нагреваешься. Там всякая радиация вообще лютая. Радиация – это так, баловство. На кратковременные полеты это не влияет существенно. То есть каждый космонавт, слетавший на полгода на Международную космическую станцию, получает в среднем, как в среднем получали ликвидатор на Чернобыльской аварии. Ну, ничего себе. На год туда-обратно слетать, вокруг Земли полетать – это доза примерно сравнимая с средней дозой выживших в Хиросиме. В целом космонавты долго живут, и никаких негативных последствий от радиационного воздействия на околоземной орбите, по крайней мере, не было. С лунными полетами там заметили какое-то нарушение в плане, что слишком большое количество, относительно их было-то там погибших на сегодня, умерших, по-моему, 17 человек, и из них что-то там 5-6 человек, по-моему, от сердечного приступа. И вот говорят, что сердечные осложнения являются следствием этого, но поскольку слишком мала статистика, тут сложно говорить, что реально именно космическая радиация, потому что они там и пыли глотались, той самой, которая, как считается, даже канцерогенный эффект может внести, если в легких останется. Короче, до конца не ясно, что там, насколько плохо и что именно повлияло на их исход, но в целом продолжительность жизни космонавтов, ну, наверное, раза в полтора выше, чем в среднем по стране. Ну, это больше как раз, во-первых, потому что условия космоса не такие уж пагубные, а во-вторых, потому что их уровень жизни существенно повышается после космического полета. Изменения мозга у космонавтов происходят, причем необратимые. Так. Это подтвердили по данным компьютерной томографии, и никакого существенного влияния на их жизнь это не окажется. А что за изменения? Ну, там, я сейчас не скажу, я не биолог, просто вот там картинка мозга их до полета не совпадает с тем, который после. Но по факту существенных изменений это там на их поведение или действие не влияет. Хотя есть у космонавтов так называемый эффект, называется эффект обзора. Так. Когда человек улетает в космос гражданином своей страны, а возвращается гражданином мира. Но это вряд ли связано с изменениями мозга, это просто с получением нового опыта. Когда он говорит, я смотрю на этот шарик, облетаю его там за полтора часа. Есть такая еще фраза, из космоса границ не видно. Некоторые на самом деле видно, но не суть в этом, а суть в том, что когда ты находишься со стороны смотришь, даже хоть и на небольшом расстоянии, как МКС летает, ты все равно понимаешь. Вот то, о чем я говорил, земля, конечно, площадь земли ограничена. И вот они это видят. Они видят, что мы к земле относимся как с граничным простором, там, встал на краю Урала и там до Дальнего Востока все наше. А земля все равно, она небольшая, и чем больше людей становится, чем больше возможностей перемещаться по ней у нас возникает, тем лучше понимаешь, что она на самом деле совсем небольшая даже. А из космоса это видно лучше всего. Постоянно есть такое, космонавты и астронавты сейчас ставят гупрошку себе на скафандр и идут в открытый космос работать. И шорохи слышны, то есть как там они движутся, там что-нибудь закручивают, откручивают. И в комментариях постоянно, а что, звуки в космосе, все, это все снято в павильонах Голливуда. Физику надо знать, ребята, и звук передается не только через газ. Вопрос по физике. Никто соседей кружкой не подслушивал через стенку. Нет, через батарею удобнее. Вот, батарея еще лучше, это же полноценный металл. Через ткань скафандра похуже будет передаваться, но, как мы слышим, видим в этих записях с Гупро, из открытого космоса, все вполне слышно. Предстою с одним вопросом к разным специалистам по космосу. Один мой хороший друг придумал заход для шутки. Начало было... Идея у него была так как про... Один мой хороший друг придумал заход для шутки. И там идея была такая, что можем ли мы услышать радио из прошлого. То есть, грубо говоря... Надо лететь быстрее скорости света. Не-не-не. Есть, например... Или да, сейчас узнаем. Транслируем мы радио, например, в космос. И если мы окажемся далеко-далеко-далеко-далеко от Земли, сможем ли мы теоретически поймать радиосигнал 70-х? Если мы полетим быстрее скорости света. Радиосигнал распространяется со скоростью света. А он не угасает как-нибудь там по степени? Конечно, угасает. Там солнечные ветра. По квадратовому расстоянию угасает. Угасает. Да, с удвоением расстояния он становится слабее в 4 раза. То есть, соответственно, где-нибудь все-таки 60-х, наверное, не услышим. Может быть, там пройдет максимум 2003 года. Не, ну смотри, каким телескопом слушать. То есть, если мы с большой площади... Кандайда играет. С большой площади соберем, то услышать можно. Но сначала этот телескоп нужно закинуть быстрее скорости света, чтобы он обогнал радиосигнал этот самый и поймал его с той стороны. Такой фильме в одном было в сериале каком-то там в 90-х годах американском. И они там типа летели в звездолете и попали в радиоволну какого-то там 70-х годов, да, тоже американскую. Но это, конечно, так уже не будет, потому что там эффект Допплера, она будет растянута, и бортовые системы корабля просто так вряд ли поймают. Ну, при превышении скорости света, если мы обгоним эту радиоволну, в принципе, можно. Но поскольку мы не способны преодолеть скорость света, и ничто ее не способно преодолеть, насколько мы пока знаем, это будет сложно. А как же прыжки в гиперпространство? Что такое гиперпространство? Понятия не имею, но все прыгают в гиперпространство. Да, сейчас пока гипердрайв сломан, сейчас чувы починят и полетим. То есть инопланетяне, которые будут лететь к нам из космоса, они вначале будут слышать музыку 60-х и такие, о, круто, летим на Землю, а потом все будет становиться хуже, хуже, где-то 80-х, ладно, все. Да, когда они долетят, они примут решение ее уничтожить. Да, да, они поймают русскую попсу 90-х и такие, стреляют из всех оружий. Это человечество не спасти. Ну да, идея как раз с кораблем, который подлетает и слушает разное. Но даже подлетать не надо, можно просто стоять где-то на расстоянии 100 световых лет, 100 лет назад, когда у нас первое радио понеслось, и слушать. И оно все будет само подходить, ты только слушаешь и узнаешь, какие у нас новости были 100 лет назад. А насколько вообще для развития космонавтики, пилотируемой или не пилотируемой, важна вот эта история про научную фантастику, про всякие культовые фильмы или сериалы, в которых показывают, не знаю, инопланетян, или истина где-то рядом? Это двигает как-то эту отрасль? Да. По крайней мере, двигала. Когда там Стартрек, все вот это вот, то есть сейчас все НАСА, фанаты Стартрека и своей там американской фантастики, это такая умным словом, это называется профориентация. То есть вот дети в школе начинают что-то читать, читают что-то про космонавтику, такие, хочу быть космонавтом, пойду учиться, стану там космонавтом или инженером, и все. И для того же Роскосмоса, если мы говорим про Россию, или там НАСА, США, им это полезно. Потому что если не так, то этот человек может вырасти вполне достойным, я не знаю, микробиологом, подводником, кем угодно. Хоть разносчикам пиццы, тоже полезное дело. Мы все раны, время от времени, почти все пользуемся их услугами и вполне довольны. Но не пойти в космонавтику. То есть внутри вообще любой промышленности, а космонавтика это просто часть нашей промышленности, идет конкуренция за специалистов. То есть толковый конструктор, он может там и лифт сконструировать неплохо, и космический аппарат сконструировать неплохо. Ну, по крайней мере, тот, который умеет конструировать космические аппараты, точно сделает хороший лифт. А вот с лифтами и наоборот посложнее, но в принципе все возможно. И сейчас, кстати, у Роскосмоса такая проблема, что толковые специалисты после аэрокосмических вузов идут куда-нибудь там в Mail.ru, в Яндекс, в другие IT-компании, прекрасно там работают, получают зарплату там в несколько раз выше, чем их спецы, их сокурсники, которые пошли по профессии. И вот это для того, чтобы люди шли именно в космическую отрасль, фантастика отлично работает, потому что ты можешь там сколько угодно совершенствовать какой-нибудь там прекрасный браузер Амиго, и получаешь за это в несколько раз больше, чем за строительство ракет, но ты не мечтал о том, чтобы писать браузер Амиго, ты в детстве мечтал о том, чтобы летать в космосе или хотя бы строить эти ракеты. И при принятии решений это уже начинает влиять на людей. Вот этот культурный бэкграунд, его можно назвать. И они уже формируют свою карьеру, направляют свои стопы, как это пафос называется, в ту отрасль, которая представляла им интерес в детстве. И фантастика, и фильмы, и книги, оно влияет. И вот как раз та база, которая была заложена фантастами первой половины, середины 20 века, она в значительной степени повлияла на космонавтику, в том числе и современности. И вот этот весь интерес к Марсу, это культурная определенность или культура американская и советская, она готовила нас, покорителей космоса, к тому, что мы на Марсе что-то интересное найдем, они с этими устремлениями шли в космонавтику, запускали и продолжают запускать марсоходы. И у нас даже сейчас, ну там, марсоход не наш, но космический аппарат российский в следующем году полетит на Марс тоже. Не потому, что там что-то нужно для развития Российской Федерации, а потому что это интересно, потому что это вызывает интерес не только у тех, кто запускает этот аппарат, но и более-менее у широких слоев населения или там больше, чем, скажем, даже та же Луна. Просто Луна, она поближе. Но реально, я когда задумывался над вопросом, а вот что вообще людям на Луне может быть интересно? Ничего интереснее следов Армстронга и его последователей там нет. То есть вот то, что мы сами там оставили, то и интересно. Я читал, что вы собирали донейшины на Бумстарте, чтобы полететь к отпечатку Армстронга. Чтобы запустить спутник, который смог бы рассмотреть следы на Луне. Мы его не построили, но мы прошли, скажем, такой первый этап разработки. Это то, что в космонавтике называется аванпроект или техзадание. То есть мы четко сформулировали все условия, все необходимое, что нужно для того, чтобы создать такой космический аппарат. Ну, главное, что для этого нужно, 10 миллионов долларов. Можно и в рублевом эквиваленте. На Бумстартере, наверное, тяжело столько собрать. Да, даже на Кикстартере столько не собрать на такую задачу. Но в целом все остальное, техническая часть, вот это нам уже гораздо легче. Потому что я-то не инженер, но во всем этом проекте участвовала группа инженеров с опытом разработки космической техники. И все, что они не могут сделать, они знают, где найти специалистов, чтобы они могли сделать. То есть все это можно сделать в России, запустить из России, там, с Байконура или с Восточного. То есть в целом все по силам, кроме найти денег на такую задачу. А реально, конечно, научных задач, научные задачи там есть тоже, но вот так вот, скажем так, не из государства, а из каких-то частных инвесторов, спонсоров, гораздо сложнее найти. Хотя, в общем, тот же самый спутник с хорошим телескопом на Луне может вести вполне научные исследования. А вот современная фантастика, фильмы, сериалы, книжки, они какое подогревают воображение о космосе будущего? Вот это интересный вопрос, да, и интересно вообще об этом поразмышлять. Реально, конечно, сейчас... Ну, про книги сложно говорить. Все-таки сейчас уже не та культура, не то поколение, чтобы там жить книгами. Да, если по фильмам смотреть, в целом фильмы стали такие, ну, наиболее заходящие, стали гораздо реалистичнее относиться к космосу. То есть там Армагеддон, День независимости, это мы не берем, конечно. А вот там Марсианин, Интерстеллар, несмотря на то, что там они там через черную дыру, через книжный шкаф перестукивались, все равно, или вот недавний это с Брэдом Питтом к звездам, хоть он там местами чушь-чушью, но отношение к космосу, восприятие космоса, мы уже не смотрим на него, как на источник чего-то вкусного, как там... Хотя Аватар, конечно, все на той же самой теме пасется. Мы уже гораздо меньше ждем оттуда пришествия инопланетян. То есть вот к звездам, мне кажется, это прям... Это выражение... Ну, это фильм. Это воплощение всей депрессии Голливуда по поводу того, что мы все-таки не нашли инопланетян. То есть они прям выплеснули на нас все это в этом фильме. И это действительно отчасти разочаровывает, что ну как же, мы вот столько ждали, там, марсиан тех же самых, а их нет. Вот просто. Из других краев хотя бы услышать их мы даже этого не можем. Не потому что они способны слушать. Слушают и ищут всеми средствами, какие есть. И эти средства постоянно возрастают. И вообще тишина. Никого, нигде. Такое отстоймение. Так это вообще... И вот создателям фантастики в таких условиях гораздо сложнее. Им приходится либо придумывать что-то там, по-прежнему, играть на всех прежних вот этих стереотипах, что либо чего-нибудь вкусное... Он опять антропоморфный с двумя руками. Да. Либо свое отражение там какое-нибудь в кривом зеркале увидеть. Прибытие, прибытие, кстати, топ в этом плане. Прибытие в этом плане мне не понравилось. Потому что вот как раз прибытие он играет на вот этом стереотипе о том, что прилетят добрые инопланетяне и дадут все вкусное. Научат чему-нибудь интересному, дадут чего-нибудь. И мы такие бодрые полетим покорять вселенную с халявными технологиями. Да, конечно, эти самые конкистадоры пришли и дали индейцам много всего вкусного. То-то сейчас... Нет, в том фильме «Большая проблема» он построен на вере в гипотезу лингвистической относительности. Ну, что мышление и речь непосредственно связаны. И что, по сути, то, как ты говоришь, отражает то, как ты мыслишь. И если ты поймешь образ речи, ты поймешь образ мышления. Гипотезу лингвистической относительности не доказано. То есть это базовая предпосылка, на которой строится содержание отдельно от космоса, содержание взаимоотношений между живыми существами в этом фильме. Но оно так не работает. И потом они их назвали какими-то дурацкими именами. Люди между собой, этих прекрасных пришельцев, назвали какими-то дурацкими именами, апеллирующими к американским комикам. Фу, американизация и вестернизация. Так они же в Америку прилетели. Ну, понятно. Или там по разным странам. А, да, по разным странам они. Я забыл, какими. Забыл, какими, но американские комики есть. Не плохие? Ну, ладно, хорошо, я понял. Ну, то есть, строго говоря, современная фантастика готовит, если мы можем так сказать, юные поколения, к тому, что не ждите там никаких идей. Да, она готовит к более прагматичному космосу. И в этом плане как раз роль того же самого Илона Маска очень велика, потому что он задает, он, по сути, переизобретает идею освоения космоса. Вот те идеи, с которыми Циолковский, все мыслители начала 20 века, потом фантасты, все это подогревали наш интерес к космосу. Он во многом иссяк. То есть, мы там не... Да, вот как будто хайп же спал в определенном месте. Циолковский же, он считал, например, что невесомость – это будет самое лучшее, что там космос может дать человеку. Это такая прекрасная среда, где человек может отдохнуть, восстановить здоровье. И невесомость оказалась самым страшным условием в космосе для человеческого организма. Все, что наибольший вред, который наносит человек, получает от космоса, идет от невесомости. Радиация – это вообще фигня по сравнению с там... Одну тысячную, может быть, негативной части радиации дает сравнение с тем, что дает невесомость. От двух до четырех часов в сутки человек в космосе занимается тем, что борется с невесомостью. Физкультура, пробежечки, штанги. Ну, там, понятно, штанговес иметь не будет. Но там типа эспандеров таких тяжелых есть. И это нужно для того, чтобы человек не умер, вернувшись на Землю в силу притяжения. И вот такое ожидание. Новых никаких суперматериалов мы не смогли создать. Где-то что-то, какие-то эксперименты есть, но на промышленный уровень так ничего и не вышло, просто потому что нерентабельно. Пока найдут в космосе такой материал, пока поймут, как его производить, пока запустят производственную линию, там либо забудут давно про этот материал, уже на новое поколение условное электроники перейдут, и никакие эти кристаллы выращенные уже будут не нужны. Либо найдут на Земле более быструю и дешевую замену. И оказалось, что мы по-прежнему... Космос это либо соревнования государств, демонстрация возможностей, игромышцами, либо фундаментальные исследования, которые напрямую, сразу, по крайней мере, никакой пользы на Земле не приносят. Либо прикладной космос, спутниковая съемка, навигация, ретрансляция данных, то есть, в общем, помощь нам по жизни на Земле. И все. И вот это вот ради чего туда бежать, ради чего постоянно вопросы задаются, и вы с этого начали, зачем? Реально просто остается только желание. Вот там крышка сверху, как я говорю, человечество и вообще жизнь на Земле, это не замкнутая система. Просто мы здесь живем такие, нам кажется, что вот мы все на Земле. И это мы воспринимаем Землю как замкнутую систему. А реально это не так. Мы все варимся в одной кастрюле, но вот крышки там нет. И космонавтика дает нам возможность выглянуть наверх, посмотреть на все это сверху, посмотреть, что у нас там есть еще, и двинуться куда-то дальше. И вот, то есть, нас ничто не гонит в космос, но просто у нас есть такая возможность, есть такое желание, поэтому почему бы и нет. А что по хайпу, по уровню хайпа? Мне показалось со стороны, что вот в советское время был высокий, все такие космос, 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 а потом как будто подупало. То есть, у меня есть точно прослойка всяких знакомых, которые такие, да космос, вы что, сошли с ума, что ли? Космос! А я такой, да-да. Я Curiosity смотрел, тоже там, следил за новостями. Вообще, ну, прикольно. Я такой, ну, молодцы, молодцы, молодцы. Но какого-то... Ну, Curiosity, конечно, с Гагарином не сравнится. Вот как раз тогда... Челик нужен, там челик нужен на Марсе, да? Вот должен быть такой... Когда... Селфи сделать на Марсе. Когда полетел спутник, когда полетел Гагарин, люди как раз и увидели, что дверь открыта, возможности есть. Мы можем лететь. То есть, люди увидели возможности. Вот вообще интерес, там, к чему человек движется, к самореализации. Молодой, если молодой поколение. К самореализации. А в реализации возможностей. Почему там раньше все хотели космонавтами быть, а сейчас все блогерами хотят быть? Потому что это кажется тем местом, где можно, где много возможностей. Вот космос тогда расценивался вот именно таким местом, что вот мы сейчас туда полетим, и там куча-куча всего вкусного. А потом наступило познание. Мы поняли, что там есть. И реально, когда в космонавтику вкладывались колоссальные средства, оно было и в материальном плане. Мы могли там не улететь в космос, или улететь в космос, но не найти там ничего вкусного. Но вернувшись назад, мы бы получили неплохой счет в кассе в Хьюстоне или в центре подготовки в Звездном городке. То есть здесь и идейное, и вполне материальное вполне сочеталось. Потом пришли 90-е годы, холодная война закончилась, финансирование в обеих сторонах значительно упало. Ну, конечно, в Америке там пропорции существенные, у нас-то вообще ниже Плинтуса все свалилось, и совсем депрессия была. И вот сейчас постепенно восстанавливается интерес, и, может быть, стартует только во многом благодаря Маску. Маск показал новые возможности. То есть это снова, он показал, что космос снова может стать местом для самореализации, для появления новых возможностей. И теперь это бизнес-возможности, теперь это возможности в разработке какой-то новой революционной техники, типа там ракета с ногами, полностью многоразовая ракета, старлинки, то есть раньше это как-то пытались делать, но не получалось. А сейчас он попытался и говорит, во, ребята, уже можно. Наука и технологии нам позволяют. Я все равно не могу для себя понять. Маск – это волшебник изумрудного города, который такой, да-да, но по-настоящему там все прикол какой-то. Маск – это гений, которому везет. Если мы посмотрим в истории человечества, истории жизни гениев, там, Леонардо да Винчи, Тесла, многих других, то, как правило, оказывается, ну, тот же Королев, то, как правило, оказывается, что какую-то часть жизни им не везло. Да, Королеву причем. У Королева первую часть жизни не везло, и только уже на закате своих лет он сумел там в полной мере свой гений реализовать. Кому-то, наоборот, там, Тесле в первую половину жизни везло, потом все хреново стало, или там в середине жизни ему везло, потом финансирование отключили. А вот Маску поперло и продолжает вот переть последние 20 лет. И при этом он реальный гений. И вот это сочетание обстоятельств вокруг него и его влияние на то, куда реализовать там свой потенциал, оно и дает вот этот колоссальный, прям, как можно сказать, кумулятивный эффект, который влияет на всю космонавтику. И там даже... Это я смотрю со стороны космонавтики, а там, понятно, и Тесла, и всякие там игры его со скриптой, и все остальное. Огромное влияние создает один человек. Это вот, к слову, влияние личности в истории. То есть вот это вот прям просто вот ему везет. И он гений. Две составляющие. Две составляющие. Две составляющие. Нормально. Ну, ведь мне кажется, что развитие космонавтики вообще космической темы, оно не только за счет таких гениев реализуется. Есть же наверняка какие-то, ну, не знаю, программы, не программы, привлечения непрофессионалов, любителей, но НАСА периодически там, говорит, типа, чуваки, вы что-то снимаете с своей телескопа, присылаете нам. Нет, это было шоу на самом деле. Да, как любители вообще? Ну, они... У любителей больше появилось возможности какое-то принять участие. Есть известные там даже объекты в космосе, обнаруженные любителями, даже какие-то там явления во Вселенной, которые непонятны. Непонятно, что есть такое. Или там, например, астрономы-любители открывают там кометы прилетающие. Вот недавно Борисов, наш астроном, он такой, конечно, относительный любитель, скажем, он не профессиональный астроном, но по астрономической подготовке там многих астрономов поучат. Он самодельным телескопом вот таким вот открыл первую внесолнечную комету, то есть комета, которая прилетела из другой солнечной системы, из другой звездной системы. Вот, то есть это можно делать, конечно. Есть сейчас куча онлайн-средств, когда ты там можешь, например, планеты у других звезд открывать, потому что там НАСА-вский Кеплер наснимал за пять лет кучу кадров, и вот просто их все разобрать, ученых рук не хватает, и дают возможность людям посмотреть. И, в принципе, есть, периодически совершаются такие открытия. Ну, конечно, все равно это в масштабе именно космонавтики, как космической деятельности, незначительный вклад. Реально, конечно, космонавтика – это дело профессионалов. То есть, там, пять лет учиться на инженера или астрофизика, там, еще если сверху хочешь стать космонавтом, еще несколько лет отучись, подготовка, там, пройди все экзамены. То есть, это все равно очень-очень сложное дело. И как раз стараниями Маска во многом, стараниями других создателей частных космических компаний, возможностей прикоснуться к космосу именно сейчас, стало больше. Начиная с того, что ты можешь в Инстаграме на НАСА подписаться, и заканчивая тем, что ты можешь купить акцию какой-нибудь космической компании, и теперь ее успехи будут и твоими успехами. Хотя, по сути, ты там, как сидел на диване, так и продолжаешь сидеть в телефоне пять раз. Да, у меня есть такие товарищи с инвестициями. Да, и уже инвестор в космическую компанию. Сейчас у них это упало, но они будут продолжать запускать. Я докупил еще, как раз в низах. Блин, еще раз упал. Да-да, мы знаем, о ком этот разговор. Это просто зависть. Зато они ощущают причастность к космосу. Ну да. Наверное. Да. И самые главные деньги, которые они заплатили за эту акцию, реально пошли инженерам, которые уже занимаются разработкой ракетно-космической техники. Так что, в целом, это не самое плохое дело. И эти возможности, они реально стимулируют развитие космонавтики. Потому что все эти деньги, привлеченные на продажи акций, вкладывают снова в разработку технологий. Социально ответственное поведение. Не могу не спросить. Может быть, кто-то из наших слушателей и зрителей не знает. Сам неожиданно для себя только вот недавно узнал. И причем даже отправлял историю одному моему другу, который астрономом долгое время работал, он там под Питером. Следил за астероидами. Говорил, что у него самая важная работа в мире. Друг прилетит. Короче, история в двух словах, не в двух словах. Как вы нашли Марс-3? Ну, в двух словах сложно сказать. Во-первых, Марс-3, советский космический аппарат, не спутник, который сел на Марс. Размер его был, ну вот, может быть, как вот пространство между нашими креслами. То есть, примерно полтора метра в поперечнике. Социальная дистанция. Да. Он сел на Марс. Ученые примерно знали, там плюс-минус несколько километров, где именно. В 1971 году. Сел и вырубился. То есть, он там пикнул, что типа я здесь, я сел. И на этом связь оборвалась. Что с ним стало? По какой причине? Может, распился, упал не так? Контенна куда-нибудь там в землю смотрела? Никто не знал. Через несколько десятков лет, в 2007 году, над этим местом пролетал американский космический аппарат МРО. Это такой здоровенный аппарат, в общем-то, вот с таким телескопом полуметрового диаметра, который смотрит вниз, в Марс. И с высоты примерно там 250 километров он сфотографировал предполагаемое место посадки этого аппарата. И там фотография была по ширине, по-моему, 6 километров, в длину 20 километров. Ну, она охватывала пространство. Окей. 6 километров на 20 километров. Пиксель один занимал примерно 25 сантиметров. То есть, вот 25 на 25. Ну, как мой ленд. Так. И вот на этом пространстве с вот таким качеством... То есть, размеры этого космического аппарата на этом снимке 8 на 8 пикселей примерно. И его надо было найти. И при том, что там вокруг куча камней такого же размера примерно раскидано. какие-то побольше, какие-то побольше. И нет технологий, как в СССР, место поступления, когда можно увеличивать. Да. Нельзя увеличивать. Да, дело даже не в том, что там, насколько увеличивать, а в том, что именно увеличивать. То есть, это вот площадь там... Большая площадь. Там, как большой город. И вот на этом... Это ваша идея была его найти по этой фотке? Не моя идея. Я это тоже там подсмотрел. Есть такой сайт даже. Mars71, по-моему, он называется. Это .ru. Mars71. Это другое название этого аппарата. Это Mars2, Mars3. Их там было два. Один популяризатор и энтузиаст космоса... Вас укусил другой популяризатор. Да. У него просто на этом сайте... Этот сайт был посвящен этому аппарату. Из Якутии, кстати, человек. То есть, космосу все страны и все края покорны, даже далекие от космоса. Сейчас самая большая связь Якутии с космосом это то, что на них ступени ракеты, стартующие с восточного, падают. Вот. Ну, в общем, отвлеклись. Да. Он написал там, ищите, пожалуйста, Mars3 вот здесь. Дал там ссылочку на этот сайт. Я полез туда, увидел гигантскую фотку. Понял, что без вариантов одному здесь искать просто нереально. И в это время я там уже открыл сообщество ВКонтакте про марсоход, Curiosity как раз. Рассказывал там про то, как он бродит, ходит там, камни смотрит, фотографии выкладывал. И там набралось вот где-то за несколько месяцев, там, по-моему, 4 тысячи подписчиков на тот момент было. И я говорю, ну ладно, там, американский марсоход – это хорошо, а вот нам патриотический квест исторический. Взял этот кадр, разделил намного файлов поменьше, загрузил, и говорю, народ, вот каждый давайте разберем, каждый по кусочку, и будем смотреть, кто что найдет интересного. Оказалось, что такие попытки были до меня, и нашли парашют, ну, по крайней мере, предполагаемый парашют, то есть такое большое, диаметром примерно 7 метров, белое пятно в марсианской пустыне. Скорее всего, это парашют и есть просто присыпанный песком, пылью. А сам Mars3 не нашли, и вот мы искали, 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 и тоже не нашли. И я такой, ну ладно, искали, не нашли, но потом подумал, что, наверное, надо все-таки попытаться самому, раз уж я народ поднял на это дело, как-то впустую тратить время некрасиво. Надо уж просмотреть настолько тщательно, чтобы можно было сказать, либо его вообще невозможно найти, либо все-таки возможно. И смотрел, смотрел, и раз, похоже, что он. Но я думаю, и вот что? Мне кажется, что это пятно на карте, это аппарат советский. Как я докажу, что это он? И там еще несколько месяцев пришлось потратить на то, чтобы доказать, что это он. Несколько месяцев вы с этим пятном... Пришлось... Ну, это, конечно же, там перемежалось какой-то жизнью, работой и всем остальным. Не сидел же я над ним несколько месяцев. Пришлось обратиться к российским ученым. Они обратились к... С одной стороны, обратились к американцам, которые управляли этим аппаратом, чтобы они еще раз сфотографировали это место. Нашли специалистов, которые строили этот Марс-3 еще в 70-х годах. Нашли... Вы узнаете этот аппарат? Да, да, да. Пришли, даже дошли... Ну, точнее, попросили специалиста на предприятии, которое производило этот аппарат, чтобы он сходил в архив, поднял чертежи и уточнил некоторые размеры, некоторых деталей, по которым мы могли бы пересравнить то, что мы видим на фотографии, с тем, что в чертежах. Там был один параметр, который нельзя было придумать. Я просто пикселями посчитал. Говорю, что вот, наверное, у меня вот так получается. Давайте посмотрим, что в чертежах. И совпало. Боже, какая романтичная история. Какая же вообще-то... И да, и действительно, нельзя на 100% утверждать, что это он, потому что качество снимков лучше не стало, хотя там спутник продолжает летать на той же высоте. Крюси-цетерику от него, да? Вот так я себе марс выставил. Тысячи километров, да. А вот, и когда подъедешь? Я думал, если у меня с Луной все получится, хорошо посмотреть на следы американцев, то на следующую бы мы задачу как раз взяли строительство маленького марсоходика, чтобы он посмотрел на наш Марс-3. Но это такое... Мечты все еще. Блин, круто. Красивая история. Красивая история. Вот люди делом заняты. Да. Тогда это было просто прокрастинация. Тогда была работа другая, другие задачи. Я так отдыхал. Просто чем бы позаниматься? Поищу на другой планете космический аппарат. Я теперь обычно говорю... Это лучше, чем смотреть подборку видео на Ютьюбе, как люди пробуют острые соусы, поверьте мне. Ну, наверное, да. Не увлекаюсь такими вопросами. Ни острыми соусами, ни просмотром таких роликов. Ну, теперь, когда я говорю, что я нашел на Марсе космический аппарат исчезнувшего государства. На меня так смотрят. Да, и много вас таких на РЕН-ТВ. Да, заявления такие. У вас должен быть еще кейс вот такой под рукой и очки издвинутся. Да-да-да. Ну, просто шутка в том, что СССР исчезнувшего государства. Ну, без пояснения не все сразу понимают. Но, по сути, это было первым археологическим открытием на Марсе. Класс. Круто. Мне очень нравится. После меня там еще два аппарата осталось. На тот момент, да, два. Бигль-2 и Марс-6. Вот. И я там уже тоже вот этих всех людей, которые участвовали в поиске Марса-3, направил на поиски Марса-6. Это тоже советский аппарат, который разбился. Ну, мы, наверное, его нашли. Но мы пока не можем доказать. То есть, там нет вот этих деталей, по которым можно было наверняка сказать, что это он. Британцы в это время искали свой Бигль-2. Это британский аппаратик, который в 2003 году тоже ушел в атмосферу и больше признаков жизни не подал. Они нашли все детали, и оказалось, что он сел, начал там раскладывать солнечные батареи, и в этот момент сдох. То есть, он совершил мягкую или частично мягкую посадку, начал даже работать. А он такой был в виде таблетки, и у него такие створки раскрывались в разные стороны, и он должен был встать в виде цветочка. Вот. И вот у него два лепестка раскрылись, на этом все. И вот эти ребята нашли, причем, если бы в то время я сказал, не давайте искать наш Марс-6, а давайте искать их Бигль-2, мы бы его тоже нашли. Но здесь уже отдал предпочтение отечественному аппаратику. Странно, что его не замело. А там в разных местах по-разному. Есть другие примеры. Я себе представляю, красный песок и какой-нибудь кусок железяки такой торчит. Это в кино в Марсиане такое есть. Это выдумки, да. Там песок движется очень медленно и в довольно локальных областях, где там какие-то более высокие. Обычно это происходит на дне марсианских кратеров. Там обычно такие дюны кучкуются. И вот они передвигаются, но они все равно тусуются где-то в одном регионе. А так обычно по Марсу перемещается только пыль. И она перемещается по принципу, если откуда-то это прилетело, значит, откуда-то это улетело. И вот оно так постоянно циркулирует, но при этом количество этой пыли по сути сейчас не меняется, потому что эрозия крайне слабо идет в такой атмосфере. Как прилетело, так и улетело. И вот есть другие примеры. Тот же самый Mars Pathfinder, который в Марсиане он выкапывал. А по факту те же самые снимки показывают, что он как стоял, так и стоит. То есть там совсем никак его песком не замело. У викингов, которые в 70-х годах еще туда улетели, у одного парашют полностью скрыт, его вообще не видно, а у второго наполовину скрыт. То есть в целом в разных местах по-разному. То есть Марс, получается, это такое огромное потенциальное место археологических, но не раскопок, а наблюдений. Ну, огромный, археологических артефактов не так много, но с каждым годом их больше становится, потому что наша космонавтика продолжает работать. Я недавно пост делал в блоге у себя, араки, с которой мы заслужили. То есть по мотивам дюны все эти красивые пейзажи, которые в кино показывают на Марсе, тоже можно это увидеть. Даже побольше там реально такие дюнные поля есть. И вот я просто фотографии с поверхности от марсоходов, со спутников выложил. Потому что прям реально, когда смотришь на эти фотки дюн с того же самого МРО, это просто поэзия для глаз. Просто ты смотришь, такая красота, и понимаешь, что вот посмотреть это было бы реально круто. Что вот реально, наверное, я даже этим завершил свой пост, что, блин, вот красота, это, наверное, реальный ресурс космоса, который мы можем получать вот только там. Или там фотки хотя бы присылать. А вот то, что Curiosity присылает, если из этого собрать какой-то ландшафт и 3D-шлем надеть, и хотя бы так. А есть такое. Ну, естественно. Есть такой фотограф Андрей Бодров. Он занимается вообще просто созданием панорам. И вот он берет те фотки, которые выкладывает Curiosity. Вы тестили? Тестирули? Ну, у меня шлема нету, а так просто с этого самого. Ну, там все возможности для этого есть. Он на отдельном сайте прям выкладывает, где все это адаптировано под шлем. Несколько кнопок. И смотрите, любуйтесь. То есть там он дорисовывает чуть-чуть. Потому что марсоход обычно небо не фотографирует. Потому что больше там горизонт и все, а дальше редко смотрит туда. Ну, во-первых, если в солнце фотографируешь, оно засветить камеру может, причем там даже испортить. А так, что нужно смотреть? Небо и небо. И он это дорисовывает. То есть он в целом из просто панорамы, которая показывает окрестности марсохода, он делает прям полноценную сферу, где действительно можно головой покрутить, посмотреть, только что пальцем камни поковырять нельзя. Интересно, как пахнет на Марсе. Это интересный вопрос. Про Луну говорили, что вот у реголита запах, как у пороха. А вот с Марсом... Я думаю, наши земные пустыни на самом деле не сильно от Марса отличаются. Потому что просто состав планет примерно одинаковый. Состав коры планеты. И нашей, и их марсианской примерно одинаковый. Поэтому в целом... Ну, только что разница в атмосфере, в составе атмосферы. А так, по химическим свойствам, по минералам, поверхностям мы довольно близки. То есть можно на самом деле создать полноценный виар-опыт нахождения на Марсе. То есть мало того, что есть условный космический туризм, который уже сделал космос доступным, есть еще и возможность на Земле как-то воссоздать. А нет ощущения, что это делает космос менее интересным? То, что он вот так легко доступен? Нет. Скорее наоборот. Потому что вот эта доступность, она и порождает еще больше желаний, еще что-то другое посмотреть. Понятно, что когда ты там 20 панорам однообразных пустынных посмотришь, тебе, наверное, там 21-ю уже будет не так интересно, как первую посмотреть. И это, в общем, нормально. Зато у нас есть Луна. Там есть Титан. Есть Энцелад. И много всего другого. Несколько лет назад на Ютьюбе вышел ролик такой, по-моему, The Explorer, называется. Минуты на две. Очень хорошая графика на основе реальных снимков из космоса, где только там человечки подрисованы, и вот там они как путешествуют. И прям вдохновляет. Смотришь и такой, блин, вот я бы хотел прогуляться, конечно. Какой ваш любимый вообще фильм про космос или сериал? Сериал какой-нибудь? Хороший вопрос. Ну, фильм Интерстеллар. Марсиане тоже ничего. Вот. А сериал? Доктор Кто, наверное. Хотя он не особо про космос, конечно. Но он веселый, да. А почему Доктор Кто? Потому что там есть вот эта история про внешнюю силу, которая... Ну, про путешествия. Прежде всего про путешествия, конечно. Про то, что ты можешь побывать во многих местах, и что он разный. Конечно, не такой уж у него и разный космос, и дышать везде можно почти на каждой планете, что, конечно, далеко. Это не научная, конечно же, фантастика. Но вот эта идея путешествия и открытых возможностей на космос, в космосе, это все-таки интересно. Но понятно, что куча инопланетян, двуногих, двуруких, это издержки уже. И это там сложно назвать действительно фильмом про космос. Ну, интересно, нравится. Но не последний Доктор. Вот этот тринадцатый я, и это не сексизм, это отвратительный сценарист. Как вы считаете, по вашему... Ну, потому что, знаете, вы на нашем веку, в смысле там в течение следующих десяти, двадцати... Двадцати, хорошо, давайте двадцати лет. Человечек полетит на Марс? Ну, есть такая ненулевая вероятность. Понятно. Я один из... Одна из причин, почему мне так интересен Марс, у меня в девяностых была книжка про Марс. Там назов таинственного Марса называлась. Картинки в ней были так себе, но... Можешь интересовать свою информацию. Но информация ничего, грамотно была подана, увлекала. И на последних страницах была как раз глава, посвященная полету человека на Марс. И там было написано, ну, вот лет через двадцать, году в две тысячи пятнадцатом, люди такие полетят на Марс, и примерно вот так это будет происходить. Ну, и там дальше рассказывается все это. И я такой, блин, две тысячи пятнадцатый год, двадцать лет ждать. Это же так терпения не хватит. Две тысячи пятнадцатый год приходит, и НАСА говорит, ну, вот может быть, лет через двадцать, в две тысячи тридцатом году, или там в две тысячи тридцать пятом году мы полетим на Марс. Я такой, погодите, где-то это я уже слышал. Давайте-ка мы все-таки посмотрим. И на другой планете другие существа так же сидят и оттягивают. А что, опять будем белку, стрелку, лайку запускать? Да нет, зачем? Туристы есть. А, прекрасно. А почему, кстати, запускали собак, а не котов? Котов французы запускали, кошку однажды. Собаки оказались лучше подвержены дрессировке, они спокойнее, и они больше людям доверяют. То есть, когда кошек выносят в невесомость, они там начинают паниковать, хватать, драть все. А собаки в этом плане, если им человек сказал, что типа все нормально, они успокаиваются. Да-да. И они... В общем, собаки реально просто больше доверяют людям и спокойнее себя ведут, если люди их убеждают, что все нормально. Вот лайка, конечно, поплатилась за это и несколько других. Но оказалось, что... Американцы, кстати, с такой же целью обезьян запускали. То есть, вот окошки, они оказались не самые... Ну, как говорят, у них сильно развит вестибулярный аппарат, поэтому для них невесомость очень тяжело сказывается. И отчасти, наверное, в этом есть доля правды, потому что, по сути, даже когда люди летят в космос, у них та же самая проблема есть, есть даже такой термин, космическая болезнь. Это как морская болезнь, только хуже. Это что такое? Потому что тебя вообще не укачивает. То есть, тебя вообще не отпускает. Укачивает, но... Дело не в том, что укачивает, а в том, что физически там, да, не укачивает. Морская болезнь и это расстройство... И космическая болезнь, расстройство вестибулярного аппарата, когда аппарат не понимает, что вообще происходит. А за сколько обычно? По-разному. От нуля до двух недель. То есть, иногда все кто-то просто легко адаптируются. Просто почему возникает проблема? Потому что... Вместо Турции полетели. У человека... И все две недели. ...стошнил две недели. Я не знаю, как вы там кайфуете. И все обратно уже полетели. Примерно так у многих и происходило. Понятно. Там проблема с тем, что у человека есть два источника информации, у мозга. Есть два источника информации. Положение тела относительно пространства. Проприоцепция. Вестибулярный аппарат и глаза. Глаза, да. И они вместе пытаются... И когда вестибулярный аппарат противоречит тому, что показывают глаза, тогда наступает расстройство. Организм думает, что что-то произошло, мы почему-то не видим противоречия. Если мозг человека может быстро переключиться на глаза и верить глазам прежде всего, тогда происходит адаптация очень быстрая. А если мы верим больше вестибулярному аппарату, который там, по сути, отключается, вот тогда начинаются проблемы. Это же как VR. Ты смотришь, да? Кстати, про VR, да. Там очень близкий эффект. И как раз вот до этого, до развития VR, не было... Полет в космос всегда был лотереей. Не было вот этого теста, как ты будешь воспринимать, как твой организм будет воспринимать невесомость. И многие космонавты... В космосе кто-то в центре друг другу 20 баксов, знаешь, как фильмы передают. Я же говорил, он будет плевать. Да, примерно так. То есть многие космонавты после долгой подготовки летели, и все было плохо. А кто-то, ну, тоже после подготовки летел и вообще никакого эффекта не замечал. Либо какие-то промежуточные состояния. И вот буквально несколько месяцев назад опубликовано было исследование, где вроде бы научились вылавливать вот эти эффекты при помощи как раз VR. Круто. Можно сразу отсечь, увы, профнепригодных. Нет, там не профнепригодность. То есть космонавт летит на полгода, и если там две недели он пострадает, ну, как бы к этому уже спокойно относите. Это уже в план может быть заложено. Издержки. Да? Издержки. Ну, примерно как издержки космические туристы, которых можно отправить. Я, насколько понимаю, Илон Маск говорил, что пока будет путешествие только в один конец. Обратно тех, кого будут отправлять, если они будут отправлять, не будут возвращаться. Ну, не совсем так. Идею запускать в один конец придумал не Маск. Так, это запустили ребята из проекта Mars One. Это вообще голландский стартап. Их идея была в этом, да, что если мы не летим на Марс, потому что система, чтобы долететь туда и вернуться обратно, слишком дорогая и большая, давайте полетим в одну сторону. Это, в общем, задача, если мы там хотим долго жить, а не просто сесть, открыть окно и, в общем, на этом закончить. Эта задача тоже сложная, поэтому у них ничего, собственно, не получилось. Они недооценили степень, или сознательно, или несознательно недооценили степень сложности этого. И, в общем, ничего у них не получилось. А Маск, он немного по-другому сказал. Он сказал, если вы собираетесь возвращаться на Землю, не быть колонизатором, а просто туристом скататься и вернуться назад, может, вам и на Земле хорошо, может, вам и не надо никуда. Соответственно, он предлагает лететь туда в один конец не потому, что не будет возвращения назад. А потому что там круто. А потому что ему нужно для реализации его идеи. Нужны колонизаторы. Нужны люди, которые потратят всю свою жизнь на строительство того самого города, на 10 миллионов человек, о котором он говорит. То есть, в данном случае, если ты понимаешь, что ты не сбежишь, что тебе не нужно убегать оттуда, а ты вот прям, как раньше, в Америку плываешь, или Сибирь покорять, в одну сторону, жить туда. Когда ты принял это решение, сел и полетел, ты технически будет возможность вернуться назад, потому что его вся система вот эта с полетами на Марс, она начинает значительно снижать стоимость запуска тогда, когда все это работает многоразово. Когда одни и те же корабли летают, как рейсовые автобусы. По много раз. И возвращение будет заложено в саму схему этой программы. А почему 10 миллионов, кстати? Почему город на 10 миллионов? Ну, он решил, что или там как-то посчитали его специалисты, что вот такой город выйдет на самообеспечение. То есть, вот там будет развита промышленность, которая позволит как раз избежать вот этой зависимости от земли, о которой я говорил. Если представить, что уже есть некий город, не знаю, 10 миллионов, не 10, есть уже, база есть, почти там сама по себе... База уже есть, сама по себе она вот себя уже почти обеспечивает. Ну, там всякие есть политические терки, но в целом да. Есть варик туда поехать, но в один конец. Вы бы ворвались в такой проект? Думаю, да. Не жена, да? Это не... Не-не-не, я на кольцо посмотрел, женат, не жена. Нет, не жена. Я женат, мне нельзя на Марсе. Тебе нельзя в бельдешке, ну, можно же всех с собой взять. Да-да, нет, сын согласится, нет, жена тут останется. Да у нас тут там только сейчас квартиру переехали. Есть вариант жену уговорить? Нет, на самом деле, вот эта сама идея... Она ненавидит риски, она ненавидит риски просто. Сама идея строительства города на Марсе, мне кажется, не очень удачная, пока на Марсе довольно грустные условия для жизни. Ну, то есть, не внутри базы, а вообще на природе. Я к этому осознанию этой мысли пришел после двух дней в Норильске. Я посмотрел, как там люди живут. Вот, в принципе, вот Норильск – это отличная модель марсианского города. Потому что вот шаг влево, шаг вправо, за околицу выходишь, и все, ты почти как на Марсе. Зима тоже прекрасное время года. Ну, летом еще там более-менее. И вот ты понимаешь, что ты можешь полететь туда, ты даже можешь жену уговорить полететь туда. Может быть, даже она тебя уговорит в один конец жить. Но и ты делаешь осознанный выбор. И все нормально. Ты понимаешь, оцениваешь риски, готов на них пойти. Все честно. А вот к детям, которые родятся, уже будет нечестно. Потому что у них выбора не будет. И дети, которые будут там расти, для них единственной мечтой будет попасть на Землю. И это... Ну, если с Норильском это еще полегче, то с Марсом уже будет такое, по сути, преступление даже, можно сказать, в отношении детей. И новое неравенство. Сегрегация. Старый свет – Земля. Новый свет – Марс. И хрен ты попадешь с этого Марса на Землю. Ну, попасть можно, но это, конечно, технически. Но это все равно будет довольно дорого, сложно. Может быть, там будут детей, конечно, возить в такие туры. Посмотрите, вот это вы видели все на картинках. А теперь можете обратно... На желтых ракетах. Да, можете возвращаться. И не факт, что кто-то возвратится. Ну, в общем, здесь есть такие моральные уже вопросы. Хотя вот... Пап, я хочу поступить в Космическую Академию. Еще один сезон, сынок. Мне нужна помощь, своружаем. Сначала в Норильск на акклиматизацию, а потом уже... Да-да-да. Блин. Ну, есть о чем подумать, конечно. Поэтому надо делать терраформинг. Тераформирование. То есть мы когда... Ядерные заряды взорвать на полюсах Марса. Ну, это очень утрированное представление. Даже если мы возьмем все имеющиеся на Земле ядерные заряды и взорвем на всех имеющихся полюсах Марса, сильно лучше на нем не станет. Тут задачка гораздо сложнее, требующая гораздо больше энергии. Не на нашем веку. Ну, может быть, к концу нашего века что-то такое... Уже будут ближе возможности человечества. Если наш рост, конечно, будет таким динамичным, без какой-нибудь Третьей мировой или какой-нибудь всемирной эпидемии. Может быть, такие возможности уже будут ближе. Пока же я считаю, что вот именно город, чтобы жить на Марсе, пока не нужен. База исследовательская. Может быть, там тех же самых колонизаторов, которые будут готовить эту самую уже терраформирование. Но реально, конечно, человек – это очень прихотливое существо. Очень нужно много совпасть условий, чтобы мы могли комфортно жить. И вообще жизнь на земле. Вот там летом был на Байконуре, смотрел, как модуль наука запускали, и смотрел по сторонам. Вот эти вот сухие, там в июле уже сухие травинки, верблюды, которые, казалось бы, подготовлены к пустыне. И ты смотришь, как верблюды так в рядок стоят, прячась от солнца в тени высоковольтной вышки. То есть она же вся вот такая вот там, от нее и тени-то толком нет. А им все равно уже. И они эволюционно готовы к этой среде, и им все равно хреново, и вот они вот так вот стоят. То есть для нашей жизни там температурный диапазон совсем небольшой. Там плюс-минус 10 градусов, и мы уже не живем, а выживаем. И в этом плане тащить людей туда, или тащить нашу жизнь туда, где перепад в 100 градусов, это довольно тяжко, и это все равно будет выживание. И единственный способ действительно перед тем, как людей туда везти, туда привезти землю. То есть туда сделать среду, которая будет гораздо ближе к земле, чем то, что есть сейчас. И это, конечно, задача посложнее, чем построить город на 10 миллионов человек. Что, уважаемые зрители, слушатели, уважаемые приключенцы, наш сегодняшний уровень приключений подходит к концу. Интересно узнать ваше мнение в комментариях, кто бы полетел в один конец на Марс, кто бы полетел в один конец на Рильск, кто бы куда вообще в один конец полетел. Давайте так. А вы бы отправили тоже можете. Немного самопиара можно. У меня тоже есть канал с лекциями, где я рассказываю о космосе, открытый космос зеленого кота. Ссылка в описании будет 100%. На Марс не факт, что полечу, но ссылка будет. Все там, все укажем. Да, обязательно, конечно. Спасибо вам большое, Виталий. Спасибо за приглашение. Спасибо, Оксана. Пока, ребята. Увидимся в будущем. А, ты все-таки это сделал. Конечно, мы дома. Редактор субтитров А.Семкин